Дайте, если где-то существует... И у нас в гостях Матвей Гнопольский, журналист Эхо Москвы. А у нас эфир начался? У нас уже эфир, а вы что думали, мы тут долго с вами сидеть? Нет, я просто прошу прощения, я мучительно делаю чай, бежал по холоду, поэтому бывает такое. Здрасте все. Это, по-моему, кофе. Да, кофе. И мы будем говорить о том, что Газпром Медиа сегодня потребовала отставки Совета Директоров Эхо Москвы. Да, потребовала. При этом Газпром Медиа заверяет, что изменений никаких в редакционной политике не произойдет. Вот, и вообще это такая более-менее техническая мера, связанная просто с тем, что так лучше управлять радиостанцией. Я бы уточнил, если позволите, хозяйственной деятельностью радиостанции. Понятно, да? Хозяйственной деятельностью. А какая на радиостанциях Москвы хозяйственная деятельность? Как? Очень важная. Я хочу сказать, что вы вот тоже канал коммерческий, да? Вы же там, так сказать... Ну, вот рекламу я иногда... Ну, вот реклама, понимаете? Поэтому, например, эффективность рекламы, да? Какую вы берете рекламу? Эффективно ли расходуются деньги, так сказать, от этой рекламы? Тратите... Вот стол-то у вас вот серенький, да? Так ничего плохого. Может быть, если он был желтенький? Грубо говоря, владельцы хотят сделать так, чтобы радиостанция «Эхо Москвы» зарабатывала больше денег. Да. Так. Да, конечно. Ты как? Конечно. Значит, на самом деле есть еще одна история. Я хочу сразу сказать нашим зрителям, вашим зрителям, что у меня не было еще такой, так сказать, обстоятельной беседы с Алешей Венедиктовым. Вот он сейчас рассказывает все это, но как бы мысль понятна. Ну, вот он только что, например, сказал, что происходящее – это попытка изменить редакционную политику. И это не инициатива «Газпрома», а инициатива высшего политического руководства страны. Совершенно верно. Потому что, естественно, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, они не очень довольны этим. Ну, как мы выяснили, они регулярно слушают радиостанцию. Ну, я не могу за них отвечать, но как-то Владимир Владимирович, он проявляет поразительное знание тончайших нюансов эфира. Кто что сказал? Значит, другими словами, что происходит? Попытка давления. Ну, вот теперь уже, когда сказал Венедиктов, что да, вы только поймите, у меня есть определенная корпоративная точка история. Я специально вам процитировала Венедиктов, чтобы вам было легче. Мне кажется, что он абсолютно в этом смысле прав, потому что Владимир Владимирович прямо в глаза ему говорил, чем он недоволен. Дмитрий Анатольевич меньше говорил, но, возможно, больше делал. В общем, я, так сказать, недовольный они. И я их понимаю. Ну, мало чем можно быть довольным руководству страны, слушая радиостанцию «Эфа Москвы». Больно у нас там всякие странные персонажи, они разное говорят. Это с одной стороны. Значит, с другой стороны, скажем так, конечно, они могут менять совет директоров. И кое-какие позиции, просто долго объяснять, у нас маленький сегмент времени, кое-какие позиции, там были независимые директора, которые для нас были очень хороши. Например, Ясин замечательный. Короче говоря, их не удалось отстоять Лёше Венедиктову, хотя он делал всё. Но есть другая история. И вот это самое замечательное. Почему, например, я сейчас сижу, улыбаюсь и вот пью дарённый кофе, кофе с огромным удовольствием. Дело в том, что у нас очень хороший устав нашей радиостанции. И по нашему уставу мы, журналисты, выбираем главного редактора. И вот на этом я бы, как ни странно, Вика, эту историю закончил. Почему? Потому что если мы выбираем главного редактора, то тогда только конфликт. Но Венедиктов также только что сказал в эфире «Эхо Москвы», что при новой конфигурации уволить главного редактора будет проще. То есть такая возможность появится. Сейчас это сделать практически невозможно. А вот при этой новой конфигурации, когда в Совете директоров будут другие люди, это станет возможным. Ну да. То есть, другими словами, почему? Потому что меняют устав. Понимаете, да? То есть новое руководство, Совет директоров, может настоять на том, чтобы поменяли устав радиостанции. А в новом уставе будет написано, что, например, главный редактор, как везде, ну в основном везде, назначается Советом директоров. И тогда кирдык. Но я повторяю, вот на сегодня, да, какое у нас там сегодня число? 14 февраля. Вот на 14 февраля, замечательный день. Сегодня же день, Валентинов день, да, я вас поздравляю, всех женщин. У нас феврония. Вот совершенно верно. Феврой, с днем февронии поздравляю. Февронии не сегодня. Значит, смотрите, еще раз, чтобы все поняли, все фаны радиостанции «Эхо Москвы», у нас пока старые документы по поводу выбора главного редактора «Эхо Москвы», раз, и второе, выборы главного редактора «Москвы» через два года. Поэтому я бы чуть-чуть успокоился. То есть есть основания полагать, что в ближайшие два года все будет в порядке? Нет таких оснований. Почему? Чего вы боитесь, чего вы опасаетесь? А потому что у нас... Кофе хороший? Нормальный, хороший. Теплый, горячий? Горячий. Ага. Ну как вы, а ну догадайтесь в трех раз, почему нет оснований, надеяться, что все будет хорошо. Подождите, вы только что сказали, что вы полностью защищены уставом. Каким образом на вас можно повлиять? Простым. Отключить воду? Нет. Продавливается, значит, проходят выборы. Владимир Владимирович, там, например, который, кстати, гарант существования «Эхо Москвы», говорит, что он всегда подчеркивает, насколько я знаю. Что его несколько раз пытались закрыть «Эхо Москвы», и Владимир Владимирович говорил, не надо, оставьте мне. Ну да, вот что-то он там говорил, типа этого, что не надо и так далее. Я понимаю, почему он сторонник того, чтобы «Эхо Москвы» существовало, да, потому что при всем том, что ему не нравится, как мне кажется, в «Эхо Москвы» лично для него больше хорошего, чем плохого. Я сейчас не говорю о глупостях, типа, ой, «Эхо Москвы» — это витрина для Запада. Нет. Просто он реально, если он чуть-чуть послушает, он понимает, что происходит в стране. Да, а не вот с этих папочек красных, зелёных и синих, которых ему аккуратно кладут на стол. Значит, сценарий прост. Например, он решает «Эхо Москвы» антигосударственная радиостанция, ну, по каким-то причинам, как когда-то НТВ, срочно меняется устав, и Виндиктова убирают. Да, вот вам простой сценарий. Может быть, теоретически такой сценарий, а легко, вот как чашка этого кофе, да? На что надежда? На две вещи. Дело в том, что, ежели решат грохнуть прекрасное телевидение под названием «Дождь», вот ввиду там он, да, то им камеры останутся, а у нас не останется ничего. У нас останется микрофончик такой сиротливо стоящий, и чьи-то забытые папки, листы на принтере А4, знаете, на которых... Сегодня Владимир Владимирович Путин сказал, сегодня Владимир Владимирович... Ну, подождите, хорошо, если серьезно, вот мы только что с вами говорили, что они, акционеры и «Газпром-медиа», хотят это сделать для того, как они сами говорят, чтобы заработать больше денег, чтобы работало эффективнее, чтобы реклама была не такая, которая у вас, ее многие критикуют, что там рекламируются какие-то штуки для... Вик, ну пришел Гонопольский, но читайте между строк, которые он говорит. Я читаю, читаю, я хочу прямым. Мне важно от вас добиться, чтобы вы говорили прямым... Не добьетесь в Валентину в день, в день в февроне, значит, объясняю. Конечно, Владимир Владимирович вряд ли давал указания там что-то делать с эхо Москвы, но не забывайте, что «Газпром-медиа» — это государственная структура, поэтому им нужно сделать определенное телодвижение, здесь я практически цитирую Венедиктова, для того, чтобы показать, ну, так сказать, вы тут критиковали эхо Москвы, но мы помогаем вам критиковать, то есть мы объясняем, что... То есть мы, нет, мы делаем его более управляемым. Более лучше управляемым. Не более лучше, тут у вас сквозит ирония, тут без иронии, то есть если раньше вообще его тронуть нельзя было, то сейчас мы его чуть-чуть, ну, возможно, подвешиваем на крючок, потому что хотя бы появляется теоретическая возможность расправиться с этим косматым, бородатым, значит, негодяем вот таким вот образом. Понятно, да? То есть они делают структуру. Нужно их за это осуждать? Может быть и нужно, но не стоит, потому что это государственная структура «Газпром-медиа». Им, может, и не давали руку... Вот сегодня, вы знаете, Песков, да, пресс-секретарь Путин, он сказал, да ничего, мы святые Божии, мы ничего не говорили. Значит, простая история. Там недовольны, они это знают, они сделали нормальную структуру. Если теперь будет желание, то, барин, только скажите, мы за три минуты все сделаем. Хорошо, но, например, Венедиктов, как он сам сказал, предлагал ввести и сделать членами Совета директоров и Пескова, которого вы только что процитировали, и Тимакову, и Дворковича. Во всем этом было отказано. Хотя это было... Вы хотите меня спросить, почему Путин отказал и Медведев отказал? Это, пожалуйста, в Белый Бом и в Кремль. Мне интереснее, в какой формулировке? Ну, Венедиктов же сказал, в какой формулировке. Медведев, Путин сказал, типа, что-то я подумаю, а Медведев сказал, это не дело, и он был абсолютно прав. Почему? Потому что вы послышали, наверное, эту фразу. Медведев сказал, мы отовсюду выводим государственных чиновников, из коммерческих структур. А, ну, логично, да. Получается, что я из заводовой фабрики их вывожу, а к вам толкаю государственных чиновников. Этого не будет, сказал он, и он абсолютно прав. Дмитрий Анатольевич, он прекрасно знает законы, вы знаете, он юрист. Я не увидел улыбки на вашем лице. Улыбаюсь специально для вас. Валентина в день, давайте. Алексей Алексеевич сказал, что, несмотря на то, что много раз «Эхо Москвы» пыталась выкупить вот эти акции, каждый раз в этом было отказано. С какой формулировкой? Ну, опять же, вот вы меня заставляете все время цитировать Венедиктова. Значит, Леша это объяснил, он сказал. Ну, подождите, это же не только ему отвечали, вам тоже. Вы тоже акционер, да? Они говорят одно и то же. Ребята, мы не продадим акции «Эхо Москвы», потому что вы столь прекрасны, что для нас огромная честь владеть вашими акциями. Вика, улыбнитесь, поймите. А сколько человек, улыбаюсь изо всех сил. Представляете, какие мы классные, чумовые, какие мы обалденные. Представляете, вот на польский сент. Сколько из вас, обалденных, вот таких, как вы, владеет акциями радиостанции? Ничего не скажу. Я умею хранить секреты, тем более коммерческие. Я вас не прошу назвать имена. Меня пытаются здесь расколоть, на кого она работает. Сколько сотрудников радиостанции владеет акциями? Это же уникальная схема, которой ни у кого нет. Какая уникальная схема? Несколько человек имеют акции, ну и что? Ну, сколько? Ну, не помню, пять или шесть. А, всего пять? Нет, такое ощущение, что почти все. Нет, многие имеют просто по одной акции. Вот я, например, у меня одна акция. Угу. А у пяти человек много? Нет, может быть, у пяти... Но у нас не принято. Это на дожде принято заглядывать в кошелек. У нас не... На дожде не принято. А почему так? У нас нет акций. А почему вы интересуетесь? Я интересуюсь, потому что мне важно понять, каким образом люди, которые владеют акциями радиостанции, могут влиять на эту ситуацию? Просто быть несогласными. Если миноритарный акционер, вы же знаете по господину Навальному, да? Навальный идет куда-то там и покупает одну прописью, одну акцию. То есть вы Навальный в масштабе Еха Москвы? Ну, скромный такой, да. Что вы можете сделать? Ну, я могу быть с чем-то не согласен. Например? Не будет единодушно. И что, в какой момент вы это выскажете? Ну как, если вот, например, будет меняться устав радиостанции, то со стороны Гонопольского мало не покажется. То есть и много не покажется, потому что у меня одна акция. Но все, что можно сделать с этой одной акцией, с точки зрения несогласия с тем, что станция будет более управляема, я этой акцией буду пользоваться. Вы сегодня, вы акционеры, я имею в виду радиостанции, журналисты-акционеры. Предложили список, который вы выдвинули и согласовали с Газпромом в Совет директоров. Что это, кто, какие фамилии в этом списке? Не, ну мне сейчас вам трудно сказать еще раз. Вы поймите, у меня такая жизнь. Я две недели нахожусь за рубежом, две недели в России. Я вам сейчас пожелаю, чтобы вам всегда так же отвечали на вопросы, как вы мне. Слушайте, я честно и откровенно... Просто мы с вами договорились, Вика, перед началом, не прессуйте меня. Есть вещи, как... Вот вы верите... Подождите, вы считаете, что я с вами не откровенен? Нет, просто мне интересно понять, что за список, что за фамилия в этом списке. Я не готов к этому разговору. Поняла. Какой я вам вопрос задал перед началом нашей передачи? Что я вас спросил? Первый вопрос. О чем будем говорить? Правильно. Значит, я не буду... А о чем сегодня можно говорить? Извините. Я не знал, что... Я думал, мы будем говорить о выборах. Думал, будем говорить о дневлюбленных. У меня списочек небольшой наизусть. Я стишки разучил. Хорошо. А скажите... Видите, видите, что тут вытворяют на этом либеральном канале дождь? Вот человека прямо терзают. Вот заставляют говорить какие-то... Скажите, сегодня Алексей Венедиктов предложил Наталье Синдеевой в ответ на приглашение прийти в программу позвать Алексея Громова, который замглавы администрации президента. Да. Да, yes. Каким образом Алексей Громов связан с ситуацией с радиостанцией Эхо Москвы? Ума не приложу, с каким связан. Думаю, что это знает Венедиктов. Честно вам говорю. Ну, слушайте, ну, каким образом... Лучше всего, конечно, если бы пришел Владимир Владимирович Путин сюда, да, или Дмитрий Анатольевич Медведев. Это я говорю абсолютно уже серьезно, да, Валентина в день. И чтобы они сказали, ребята, мы ценим радиостанцию Эхо Москвы, мы прекрасно понимаем... Так они это уже говорили. Нет. Потому что правая рука делает одно, а левая склоняет к другому. Значит, обратите внимание, что произошло. Вот это я уже говорю самым серьезным образом. Только наметилось, только подул какой-то легкий ветерок, что Эхо Москвы могут тронуться, и посмотрите, что произошло. А я вам хочу напомнить финальную точку, которая произошла не в нашей стране. Ну, вы знаете, что Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, они очень не любят всякие оранжевые революции, вообще цветные революции. Я хочу вам сказать, как человек, который, ну, так сказать, сидит на новостной ленте, напомнить, что цветная революция рос, которая произошла в славном государстве Грузия, нехорошем, да? Вы помните, с чего она началась? Наверное, не помните, я не буду вас слушать. С чего она началась? Она началась с того, что подобным образом решили поступить с телеканалом «Рустави-2». Значит, прессанули канал «Рустави-2», который был тогда оппозиционный. Вышли люди на улицу и уже не уходили до того, как нехороший Саакашвили, который жует галстук, ворвался вместе с сторонниками в парламент и произошла цветная революция. Так вот, я не думаю, что... Вы угрожаете сейчас? Нет! Я просто вам рассказываю, какие извивые... Какой-то ненужный канал «Рустави-2», какая-то ненужная радиостанция «Эхо Москвы». Что такое радиостанция «Эхо Москвы»? Вы были на ней? Не, не была, никогда не была. Вы понимаете, что у вас тут дворец спорта? У нас грустный коридор, дует из окон и так далее и тому подобное. Понимаете, вот так не сядешь, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Не пудрите мне мозги. Вы видите, какой? Вы считаете, что радиостанция, в случае, если у нее будет оказано давление, может ответить вот таким, не знаю, обращением по аудитории? Нет, она ничего. Нет, мы не оппозиция, мы профессиональная радиостанция, мы занимаемся новостями. Просто, я еще раз говорю... Но вы готовы бороться за свою работу? Да мы не готовы бороться, мы готовы работать. Еще раз, если у нас не будет возможности, это я вам просто дам случай, мне уже не нужен Венедиктов, для того, чтобы я высказал свое мнение. Просто вы меня спрашиваете, что мы будем делать? Я повторяю, мы не революционеры, не навальные, не, там, не знаю, не новодворские с шашкой на голову, понимаете? Мы гномы, наше дело работать. Это из Белоснежки и семь гномов. Значит, мы встаем, берем одежонку, не, как сказать, недорогую. Так, и уходите все сюда, к нам на телеканал Дождь. Ну, я не говорил про телеканал Дождь, во-первых, не приглашали, во-вторых, еще раз, сейчас есть куда уйти. Я напомню, например, нашим телезрителям и вам такую интересную историю. Вы знаете, например, что канал ТНТ, ну, казалось бы, какая связь, купил Комеди Клаб. Вы знаете об этом, да? А вы знаете, почему? Почему? Зачем им было покупать? А потому, что руководство канала прямо ответило. Потому что сейчас полно альтернативных источников распространения информации. И если бы вдруг Комеди Клаб решил, что что-то ты директор ТНТ, у тебя физиономия мне не нравится, они бы вот так встали и перешли бы в интернет. Понимаете, да? Чтобы они не ушли. Совершенно верно. Так вот, я думаю, конечно, я не могу быть советчиком Дмитрия Анатольевича, это руководитель государства, и Владимир Владимирович, наверное, наш будущий президент. Станцию, которая существует уже 21 год, которая является просто приметой нашего информационного ландшафта. Станция, которая занимает первое место среди всех радиостанций, в том числе и музыкальных. Станция, которая делает та-та-та-та-та-та-та, не о себе говорю, о моих коллегах, которых я безумно люблю. Станция, которая руководима Лёшкой Венедиктовым, которого мы единогласно в худших традициях абсолютизма вместе с его нечесанной бородой и взрывом на макаронной фабрике, которая у него, значит, волосы, прическа начинается, единогласно выбираем. А кто единогласно, то мы мочим прямо в сортире, как и полагается. Так вот, это дело просто так не отдаётся. Поэтому, ещё раз повторяю, мы профессионалы, мы журналисты, мы не занимаемся политикой. Наше дело, как у вас тут, дать слово этому, дать слово этому. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, тем более, что ноты не нами только написаны, они жизнью написаны. Поэтому встанем, возьмём бумажечки и выйдем. Спасибо, это был Матвей Игнопольский в эфире телеканала Дор.